Это самый дефицитный товар не только в Алтайском крае, но и по всему миру. Благотворительный фонд «Облака» решил помочь жителям Барнаула и стал делать многоразовые маски. Их можно стирать по 60 раз. У них несколько вариантов расцветок. У нас вчера и сегодня очень большие начались объемы. Где-то звонков было вчера 20 порядка. Сегодня уже с утра тоже порядка 15-20 звонков поступают. Все хотят сейчас в наличии. И мы шьем 2-3 дня пошив идет. Новый масочный бренд назвали «Beautiful Protect Mask» в переводе «Красивая защитная маска». Со дня на день планируют запустить сайт по их продаже. Пока же их можно заказать по телефону. Уже продали 400 таких масок. Шьет их новый специально собранный коллектив. Это позволило нам… Вот сейчас уже мы создали 5 рабочих мест благодаря этому производству. То есть наши женщины, которые остались без работы сейчас, шьют маски. И получают деньги. День в день. Но все проходит не так гладко, как могло бы. Ткань и резинки на складе уже заканчиваются. Маски шьют исключительно по предоплате, чтобы было на что закупить материалы. Фонд буквально выживает. Обычно жертвуют около 200 тысяч в месяц. За маржи переводов в сумме меньше, чем 30 тысяч рублей. Деньги нужны, чтобы помогать малоимущим и матерям-одиночкам. К примеру, Марина больше не может работать сиделкой. Вместо этого она приходит в штаб фонда. Наводить порядок. Сама по себе работала через знакомых. Сейчас я думаю, что именно медицинские работники, имеющие сертификаты, какие-то разрешения, именно закрепленные за больницей и имеющие работу официальную, будут востребованы наибольшим образом. Оказалось вчера, что у меня просто сегодня выйти в магазин и нет денег на хлеб. 7 рублей на карте и никаких денег нет. Теперь Марина получает по 500 рублей за выход. Авторы этих масок зарабатывают по одной-две тысячи в день. Так незамысловатые защитные маски спасают не только от болезни, но и от нужды. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком.